Так. Первый раз советский фенитер. Советский, в смысле, это когда в 28-м году был советский фенитер в Москву, американских специалистов провели работы, тогда американцы, вот русские, вот эти синицы сделали. А что русские сами не умерли? Вот там жил, война была, потом, а многие специалисты уехали за сбежи, войны, поэтому русские пригласили американцев. Американцы им построили очень много заводов, вот допустим, слышали завод ГАЗ? ГАЗ, машины есть, ГАЗ, ГАЗ-66 и так далее, да? Видели, да, это же есть, наверное, не так? Да. Этот завод им построил Генри Форд. Фордский завод, да, это ГАЗ? Да, Форд построил ГАЗ. Потом очень много велико-растанцев построили и так далее. И заодно вот такую систему синих в русском не делали, чтобы по ней можно было работать, да? Почему, Американцы, почему пригласили? А у русских же была отдельная идеология своя идеология? Ну, идеология отдельная, но экономику же строить надо. Это же общая культура, возможно, а за рюктура? Они даже вроде Генри Форд в 29-м году перевели на русский язык. Сейчас покажу. Как построить завод Шнурай, да? Как делать бизнес на миллиарь долларов. Вот, и... Ну, если интересно, могу скинуть. Да, может. Эту книгу они в 29-м году выпустили в России. То есть, это как бы капиталист, да, Форд? Да. Они коммунисты, да? Хотя книга этого капиталиста... Они это... Выпустили... Ну, потом я отправлю туда, хорошо? Хорошо. Вот есть MP3 файл, а я... Да, у меня есть MP3 файл. Вот этот надо. Вот 439, да? FORC1. FORC2, да? FORC2, да? он рассказывает, как он был обычным фельдским пацаном машины оказывается были на угле а вот я интересовался сделать такую машину на основе жидкости для очистки пятен и как эта жидкость называлась? бензин они его только для очистки пятен и потом у него получилась машина очень дешевая начали ее очень много людей покупать и вот он встал потом вторая идея была насчет того говорят, что это не он сам придумал кто-то придумал, но он внедрил когда машину люди собирают раньше одна бригада рабочих машину целиком собировала много времени уходило, чтобы им приносить разные запчасти он прикинул, что если рабочие не будут с места двигаться а просто машина и ее детали к ним будут подводиться то тогда будет проще ее к конвейеру конвейер видели, да? там вот так машина движется по конвейеру и по рабочим отдельно детали и каждый рабочий что-то одно выручивает, да? да в итоге на конвейере работать можно за один день это будет работать то вообще с улицы человека это пригласить, да? и вот машину качественно собирают, да? да а так если бригада целиком машину будет собирать это же трудно, да? да а на конвейере это легко на простые действия это срабатывать вот это вторая его идея была, да? друг ее ног положить на работу очень много людей, да? каждому что-то одно он учит делать, да? и всю жизнь этот человек что-то одно делает, да? ну не всю жизнь, но меняется заодно, если на другое ну то есть начать легко, да? в общем, да? умный заход да и третий да, третий умный шаг, который он сделал он продукцию до него, который делали каждый сезон новую придумали, да? чтобы они стали неинтересно было, да? да а он максимально дешевую машину придумал и одинаковую продавал зато она одинаковая стандартная была, да? и ее очень уже почти любая семья могла ее купить, да? а то до этого кто велосипеды делал каждый сезон новый велосипед выпускал по новой модели, да? и на старых велосипедах уже люди не хотели ездить, да? а он однотипную машину зато однотипную, да? зато однотипную, да? да массово да массово, однотипно и люди были уверены, что эта машина и так пробудет, да? и вот покупали очень много а то вот если мода все время меняется некоторые люди, оказывается, не покупаются боятся, что мода меняется да 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 в общем вот и и и и и вместе с ним пришли, да? так теперь давайте здесь понятно, да? откуда это все, да? теперь вот посмотрим нагрузки и воздействия, да? значит у нас вот три задачи по этим с ним снеговую, ветровую и вот обычные нагрузки же есть, да? ага их тоже взять а потом дальше уже влезли, как обычно можно, да? а так снеговую, да? вот снеговая нагрузка и у них получается как было и как стало, я покажу идет расчетная на земле и коэффициент это форма, да? да а на земле в зависимости от вот куда попадает, да? да в Казахстане там у нас было вот 70, да? программ микроэффициент ищет вот какая вот здесь смотрите, получается сколько здесь страниц одна страница неполная страница, да? получается, да? да типа и вот в конце облица есть, да? два варианта два варианта вот такой и такой вариант загрузить, да? три варианта вот для такого получается вот так и вот так загрузить для нашего полукруга 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 да? да а остальные варианты уже, когда появится, да? а вот вот нас нтп, да? а вот нас нтп, да? а да на Казахстане а половина на Казахстане на Казахстане мы уже не поймем да пары в Кумиле да пары жильдин эсер этуи вот это вообще непонятно из Ветра она такая жильд это а жильд жильд тоже иногда говорят, да? да да это не сразу не сразу не сразу это не сразу это это кандидатский снег это еврокод понятно? да это еврокод еврокод он работает за рубежом тоже в европейских странах то есть если по еврокоду умеет работать то что? можно дать Тайкан здесь за рубежом, да? да из Дубаев из Европы это же интересно, да? да да и вот начнем постыть вариантов, да? снег и ветер так отлично так угол здесь здесь получается снег, нет снег первый четвертый в чем-то снег а? да 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 вот здесь да вот тут еще что хорошо и вот есть примеры примеры я да ну да то есть Только 20, когда А вот эт Jenny Тейт Тейный ang а он стал вот в лампе да получается обычная примерно легче да работает у нас получается неплохая нагрузка 1-2 кп по карте да очень замечательная 2.4 и на покрытие 1.2 получается вот у нас диалоги да я сказал что бы они здесь написали подходит в неговый район да 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 получается а да 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 помимо 120, да? 100 на метр квадратный. Да. А как за? 120, 24? Да. 120 на метр квадратный. 120 на метр квадратный. 120 на метр квадратный. И вот там. На метр квадратный. Да. Это у меня обычная нагрузка. Кроме обычной нагрузки, есть еще, получается, чрезвычайная нагрузка. Чрезвычайная нагрузка, да. Чрезвычайная нагрузка, да. Чрезвычайная нагрузка, да. Ну, вот, наверное, когда слишком большая. Да. Значит, 244 на метр квадратный, да, получается, да? Да. Тихо. Замыр. Ухххххххххх… а нам конфликты на кулчайку чуть чуть на ноту чуть чуть на ноту ищем этот алмани кулчайник, да? так суриндрическое есть односкатное и двускатное, да? древариантам, да? да ухм Одночатное покрытие, да? У нас же вот так будет, да? Это для КПП и котельные, да? КПП и котельные. КППП 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 и котельные. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Доброе утро. 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 А, 1538, да? Это H835. Ну, 3 у нас получается формула 0,2 минус 10, да? Умножить на H, делить на B, да? Делить на B. Минус 10, да? Ну, и что? А, плюс, плюс, да? Плюс, да? Не минус, а плюс. 4 и 97, да, получается? Тут написано, что не больше, чем 2. 4 и 97. Ну, 4 и 97. Получается, оно больше, чем 2. Значит, будет 3 равно 2, да? Так. Ну, 3 равно 2. Ну, что ж, теперь будем вычислять значения, да? Да. Для всех случаев сразу. Так. Даже будем писать значения, так. У нас получается... Вот здесь, который вы последний отправили, да? Или еще есть более последний? Есть разделенный, который блок 2А и блок 2Б. Так, сейчас, почту я проверю. О. Вот, да? Да. Разделенный, да? Ну, у них снег, в принципе, одинаковый будет, да? Да. И эти, где? Вот, да, здесь полкрыта, да? Да, вот один, как будто я, как ты видишь. Вот. Ах. Ах. Эмин, он, да. О. сделать ну так раз и минуты А еще рвайки вернулся? Так. Это было КПП, да? Да. А, у нас над ним получается односкатная, да? И вот здесь еще вот такой примыкающий, да, оказывается? Да. Козел. Так, тогда получится. И примыкающий тоже отдельный случай есть. И примыкающий, да? У нас подойдет в случае попадает, да, короткий, да? Ага. Ту-ти 1, ту-ти 2, да? Да. Ну, получается, 4 случая, да? 1, 2, 1, 0,8, да, получается? 1, 2, 1, 2, 1, 0,8, да? 1, 2, 1, 0,8. 1, 2, 1, 0,8. 1, 2, 1, 0,8, да? 1, 2, 1, 0,8, да? Кюрусан, 2. Класс. Кулька градусов. Кюрусан, 2. Класс. Кажется, ты не делаешь это? 12%��은. 20% тоже. 16. 16, да? 16. Улить- 11. 15. Да, blinkу. 16 градусов, это точно или 15 градусов? Нет, 16, там, скажем. Альфа больше или равно 16 градусов. С равен к нулю, да? 15 градусов к нулю. А, МС, чему равна здесь? 533, да? Классно, 533. 533 где у нас? А вверху? Вот двухскатное покрытие. 0,8, да, получается? Да? Вот вверх это 0,8. Значит, Альфа больше 16 градусов, значит, не уравно. Теперь будет 0,4, да? Да, я не считаю, что это не так. Да, я не считаю, что это не так. Вот. Теперь МВ 0. Да? Да. 1. 1 плюс В2 0. 1 плюс В2 0. 2H. 1 плюс В2 0. Субтитры делал DimaTorzok 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 ЛС, да? ЛС на нос у нас получается сколько? ЛС? ЛС, оно? 2 умножь на 5, да? Да. 10 метров, да? 10 метров, да? Значит, у нас вот такой случай получается, да? Да. Так, вот, да? Да. Так, вот, да? Так, теперь... МВ. МВ. В чем оно равно? Высота первого этажа, да? МВ. В. 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 В2, да? Так... В1 плюс В2, получается, 7 плюс 3, да? Да. 7 плюс 3 делить на... 2 и 8. 10, да? Да. В1, да? В1, да? Да. до 4 у нас будет один а нас будет на 4 и теперь по размерам уже посчитаем нагрузки теперь считать сами нагрузка а альфа уравна мусина это получается 1 2 3 так 1 2 3 Давайте по автокаде Это на сколько метров будет? 3,5 метра, да? Да, почему мне сказали, что 3 метра, если там 3,5 1 сколько? 7 метров? Да Откуда был один 7 метров? Вот же у нас был один 3,5 3,5 3,5 Откуда вы взяли 7 метров? 3,5 и 1,5, оказывается, да? Там масштаб неправильный у него что ли? Нет, мы не проверяли там вдвоенный масштаб А? Там в архитектуре вдвоенный масштаб мы не проверяли А вот здесь нарисовали точно идею? Да, точно сейчас посмотрим посмотрите посмотрите 7 или 3,5 3,5 и 1,5 а а а сколько? так высота 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 да, 2,5 да, 2,5 ЛЗ это у нас 2,5. Можно ли проверять вашим словам? А или нельзя? Теперь можно. А? Теперь можно, когда проверим. Делик на 5. Сейчас появится один, да? Вот ЛЗ такая, 5, да, будет? А у вас остальные случаи, вы все правильно говорите или нет? Не очень. В остальном случае только мы угол измерили. А, да. Да, вот это, у меня место. В цилиндрическом покрытии я через трехмерку проверял и там тоже. Задмеры правильные Б и ГАШ. Ага. Эй. У нас здесь 3, да? Раз, два, три, да? Ага. Значит. Получается нагрузка как у нас будет распределяться? Если у нас 3. Если у нас 3. Два, три, да? Угу. Как это? Как это? Как это? Один, два, три. Один, два, три. Так. Я скажу за половину, да? У этого два раза больше. И у этого такая. Понятно? У этого три. Раз, два, три. И мы делим по этим головым площадям. Получается… Так. Так, здесь у него L будет половинка вот этого расстояния, да? Угу. Так. У нас угол в какую сторону, в эту или в эту? По Y. А? По Y. По Y, да? В эту сторону. Так что это расстояние у нас получается 1,8, да? Так что здесь будет 1,8, да? Так что здесь будет 1,8, да? 1,8 метров, да? А здесь половинка, да? На 9. Понятно или непонятно? Понятно. Нагрузки тоже как парусы будем рисовать, да? Нет, будем писать. Так. Получается нагрузки у нас будут… А с этой стороны у нас сколько метров получается? С этой стороны у нас… 3,5 метров, да? 0,8 метров, да? Да. Значит, у нас… Сюда нагрузка будет… Получается… 0,9 умножить на… 0,9 умножить на… 3,5 умножить на… 0,8, да? 0,8, да? 0,8, да? 0,8, да? Да. И чему нам надо равно? Надо посчитать. А других коэффициентов у нас нету, да? Да. Сейчас 24 кг по скале будем использовать или один – да. Да. Посмотрим, например. Посмотрим, например. Ты же еще коэффициент 1.4 брался? Да, да, да. Или этого коэффициента нету? Ну, считайте тогда, сколько будет это? Ну, сколько? 307.44. 307. Вот так, да? Да, да, да. Ну, в принципе, вы можете вот эту формулу записать. Внутри Excel. Ясно? В этом, в австокаде, да? Все, теперь... А вот сюда, на среднюю. А вот тоже здесь не 0.9, а... 0.61. 0.61. 0.61. Нет, сейчас 1,8, 3,5, 0,8 В общем, 0,4,2 Значит, это 1,488 4,488, да? Да И третья будет такая же, как вот эта, да? Да Получается, вы вот сюда По плицу записываете, это у нас, получается, 3 разных слоя будет Понятно? 3 разных слоя, да Да, вот 2 разных слоя, то есть Вот это 1 слой, вот это Другие свои, да? С те же значениями, да, которые А, там своя таблица А в таблицу вы будете вписывать Вот так, сюда можно вставать Не просто число? Да Выражение поставите, чтобы число он сам считал Хорошо Я знаю Так Дальше Теперь вот эту нижнюю, да, будем смотреть? Или по очереди, да, по сложности, да? Теперь 2 скатка, да? 2 скатки у нас, получается, 3 случая будут Вот так, одинаково, да? Ага Потом здесь Целая, здесь половинка, да? Потом здесь Целая, здесь половинка, да? И эти 3 снеговые нагрузки Мы пометим ввери взаимоиспечающими То есть, когда первый есть, а остальных нету, да? Да А на сейсмический вес мы возьмем, получается, с первого, да, случая? Значит, нам надо будет еще корректировать динамик потом, да? Так Давайте считать Так, у нас получается Отельная и блок 1, да? Начнем с простого, да? Начнем с простого Отдельная Отдельная У нас крыша по какому направлению идет? Вот так или вот так? По иксу, да? По иксу, да? По иксу, да? Получается Вот здесь вот такой треугольник будет, да? Да Значит, когда получается Так, раз Так, раз Два Три, да? Да Так, теперь Теперь будем задавать Вот у нас крыша вот так идет, да? Да Теперь будем считать Первый случай, это везде одинаково, да, получается? Да В случае 1 Мю у нас равно 0,8, да? Угу Так, грудовые площади будем считать Вот такая грудовая площадь, да? У второго Вот до половины этого, да? Угу И у третьего Так Вот эта половинка расстояния сколько будет тогда? Так Это у нас сколько? 6,2, да? 6,2, мы разделим на 4 6,2, мы разделим на 4 6,2, прибит на 4 1,5, да, получается? 1,5, 5,5, метров, да? Ага Здесь тоже 1,5, 5,5 метров, да? А серединка будет, получается, 2,3 Ага 3 3,1,5, да? Да А вот эта длина, сколько у нас получается длина? 8 метров, да? Да 8 метров, да? Так Теперь мы будем сначала случай 1 рассматривать, да? Угу Так, напишем случай 1, да? Да Так У нас получается 0,8, да? 0,8, да? Да 0,8? 0,8, да? 0,8, да Да И я одинаково Так, получается Значит Умножаем на 1.22, да? Почему 1.22? Умножаем на 1.22. А? Не 1, а 0.122. Умножаем на 1.22, да? Умножаем на 1.22, да? Умножаем на 1.25, и умножаем на сколько? А, стоп. Мы на 8 метров его не будем умножать, на 8 метров он же будет делиться. Сколько здесь будет? Так, сейчас. 0.8, 0.122, 0.122, 0.122, 0.151, 28. Давай. 151, 28. А здесь получается 3.1, да? Да. Ну, и умножаем на, 0. а заработали, 0.152, Ja. Я не на. 0,30, 102.56. Ну,你為什麼? 302. 302, 56. Итак, 36, да? Да. И третий такой же будет, да? Да, как первый. 10,2. 10,2. Обычные и чрезвычайные, да? То есть вот это число, это обычный вариант, 0122, а еще 0244 есть чрезвычайные, да? Да. Получается, вот эта нагрузка нам надо будет... Четыре слоя дать, да? Угу. Это нам лучше тогда эту нагрузку в лире сделать, да? В десятом? Да, потому что в одном слое у нас сразу нагрузки будут. Да, да. Сейчас мы вместе это проделаем, хорошо? Угу. Так. Ну... Пока числа запишем, да? Вот сюда еще запишите числа, что это, да? Которые два раза больше, да, которые? Да? Да, да. Да, да. Трезвычайные для трезвычайных. Трезвычайные, да. Трезвычайные, да. Так, здесь пока вроде готовы, да? Впрочем, чрезвычайную еще отдельно сделаем, да, получается? А простую чрезвычайную? Да. Это для случая 1, да? Да, это еще там случай. Так, случай 2. Так. В случае 2, хоть эта часть будет одинаковая, хоть эта часть будет в два раза меньше. Вот это получается половинка того и половинка того, да? Так. В случае 2 у нас будет. В случае 2. Выдывайте что-то, что вы говорите? Вы говорите, что вы думаете, что вы говорите? 0.4, нужно 0.12, нужно 0.12, нужно 0.155. 0.05, а оно сколько? 0.07. 0.07. 500, да? Нет, 564 еще. 564. 564, да? Да. И серединка будет сумма этих двух краев. Плюс 0.08, да? Да. Ну то есть, вот это плюс вот это сколько будет? Сейчас я складываю. Сколько? 0.22. 0.22. 0.22. 692. 692, да? Да. Так. В случае 2. И в случае 3 просто то же самое, только наоборот, да? Угу. 892, да? Вам вот на самостоятельную работу, вот это сейчас записать, с этими. Беззвичайно. Да, вот это и вот это, да? И вот это, да? Так, давайте сразу вот это, а потом вот эти два сложные случаи рассмотрим, хорошо? Сейчас я вам вот это отправлю, вы запишите даже прям, да, чрезвычайно, видим цвета, например, да? И потом продолжим два остальных случаев, хорошо? Хорошо, хорошо. Так, вы запись записываете, да? Да. Сейчас мне скиньте видео, ладно? Там голос хорошо слышно или не очень? Хорошо. Хорошо, скиньте мне видео тогда, да? А я вам вот эту скину. Ага, ладно.